Всем привет! Меня зовут Аня, это Антон и Артём, и мы начинаем наш видеодневник подготовки к городскому выпускному. Они рассказали о том, как встречали первый рассвет своей взрослой жизни, показали репетиции бала и то, как это выглядело в тот самый день, 28 июня. Идеи проведения праздника и сценарий к нему придумывали сами выпускники. В этом году основная инициатива – это дети. Всё, что они предложили, они воплощали. И, собственно, этот расчёт себя оправдал. Те медалисты, которые вели в ролике репортаж, те ребята, которые проводили интерактивные площадки на площади у фонтана, те ребята, которые выступали, в общем-то, героями были выпускники. И этот расчёт, он оказался стопроцентным. Конкурс выпускных для городов-участников сетевого проекта «Школа Росатома» – событие традиционное. В этом году за победу боролись 8 городов ЗАТО и присутствие атомной отрасли. Результатом работы выпускников и педагогов стал видеоролик, в котором необходимо было отразить всю масштабность праздника. Это не конкурс роликов. Через ролик организаторы этого конкурса видят, насколько масштабным был праздник на территории. Критериев было достаточно много. Есть определённый сценарий, который должен был заплюсти каждый город. Ну и, собственно говоря, идеи, которые воплощены в этом ролике, они тоже оценивались с точки зрения стандартов проекта «Школа Росатома». Торжественный приём медалистов в администрации, площадки на Старом Фонтане и действия на главной праздничной сцене. В видеоролике необходимо было показать весь размах выпускного в городе и при этом соблюсти ряд критериев, за которые жюри присуждало баллы. Невыполнение одного из пунктов влечёт за собой ноль баллов. Поэтому, конечно, мы старались вывести символику «Росатома» и, собственно говоря, идеи «Росатома» красной нитью прошли через выпускной. Это всё требования этого конкурса. Благодаря победе в конкурсе выпускных в сентябре этого года в Сарове пройдёт общегородской День знаний. Сумма гранта проекта «Школа Росатома» – 1 миллион рублей. Дарья Цапорыгина, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.